Известные юмористы и пародисты Евгений Петросян и Елена Степаненко провели вместе долгих 30 лет. И артистов объединяла не только сцена. Они поженились ещё в 1985 году, тогда Петросяну было всего 40, а Степаненко 32. Несмотря на детородный возраст, пара так и не обзавелась детьми. На самом деле, родить ребёнка Елена Степаненко могла ещё и в первом браке с пианистом Александром Васильевым. Именно Васильев, став законным супругом Степаненко, в буквальном смысле открыл её талант широкой публике. Елена Григорьевна выступала с пародиями, а Васильев отвечал за музыкальное сопровождение. Несомненно, самая реализация и успех в профессиональной сфере для обоих супругов были определяющими в жизни, хотя, возможно, через год-второй они и задумались бы о детях, если бы судьба не свела Степаненко с Петросяном. Стоит отметить, что в течение шести лет отношения между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном были исключительно отношениями партнёров по сцене. И не более того, роман разгорелся лишь на гастролях в Семипалатинске, где у них и случился первый раз. Однако ни брак со Степаненко, ни брак с его предшественницей были далеко не первыми зарегистрированными отношениями Петросяна. Связи пародиста с женщинами, как правило, не носили продолжительный характер. За быстрой женитьбой следовало такое же быстрое расставание. Только в одном браке у Евгения Вагановича родился ребёнок, дочь Викторина. Мать девочки ушла из жизни тогда, когда Викторина была ещё совсем маленькой. Несмотря на то, что у Викторины остался только один родитель, в какой-то момент отношения между дочерью и отцом ухудшились. Всё это происходило на глазах Степаненко. Именно потому, что Елена Степаненко была невольным свидетелем конфликта между мужем и его дочерью, многие утверждают, что артистка просто перехотела становиться матерью. А возможно, ей вполне хватило роли мачехи. Но чаще всего в средствах массовой информации озвучивается версия о том, что Степаненко всегда была озабочена исключительно своей карьерой, профессиональным ростом и творчеством. На детей у Елены Григорьевны в молодости попросту не было времени. Что касается Петросяна, то он наверняка на детях не настаивал. Пародист уже давно носил звание отца. Сама же Елена Степаненко до сих пор избегает вопросов о своём несостоявшемся материнстве или наотрез отказывается отвечать на них. Только однажды, то ли в шутку, то ли всерьёз, юмористка поведала журналистам о том, что Петросян сам похож на несносного ребёнка. А двоих таких она попросту не выдержит.